Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу. С вами я, Гилл Абасадзе. Сегодня у нас традиционная встреча с хорошо знакомым и любимым нами Юрием Петровым. Здравствуйте, Юрий, очень рад вас видеть. Доброго дня! Доброго дня! Я рад видеть вас безумно. Ну что, начнем с Украины, хотя сейчас у нас уже придется говорить о том, дай бог, чтобы у нас не было главных, не расширялся формат наших главных тем, потому что была Украина, военно там, сейчас у нас еще и добавился Ближний Восток. В общем, начнем традиционно с Украины и с событий на фронте. Левобережье Днепра, Авдеевка, Бахмут, может еще один. Давайте начнем. В общем, должен сказать, что каких-то принципиальных изменений на линии фронта с прошлой недели, с того момента, когда мы говорили с вами в прошлый раз, я, честно говоря, не вижу. Линия фронта остается более или менее стабильная. Бои идут очень жесткие, жестокие. Главным образом идет наступление, попытки наступления русских войск по всей линии фронта от Купенска до, значит, Вербова, но бессмысленно, безнадежно. Никаких серьезных продвижений нет, потери растут. Потери изменилось, существенно изменилось соотношение потерь по сравнению с тем, как это было, скажем, ну, на протяжении первых полутора лет. Ну, если говорить о том, что привлекает особое внимание, хотя, честно говоря, я не очень понимаю, почему именно Авдеевка привлекает такое внимание, но об этом чуть позже. В общем, главная опасность, которая могла бы угрожать Украине, это, скорее, это не Авдеевка, это продвижение, если бы оно произошло, продвижение русских войск из-под Кременной в сторону Лимана и затем на юг. Тогда возникала бы действительно перспектива окружения группировки ВСУ, которая действует на самом вот такой есть там востоке, в восточной части неоккупированной Донецкой области, в промежутке между треугольниками Северск, Краматорск и Славянск. Вот там развернута достаточно серьезная группировка ВСУ, и если бы, ну, если на карту посмотреть, это будет достаточно ясно видно, если бы русские войска прорвались к Лиману, я уже не говорю про ВСУ, тогда действительно могла бы быть серьезная проблема возникнуть для ВСУ. А вот Авдеевка, ну, даже если допустить, что под Авдеевкой российские войска добьются какого-то успеха и придется эвакуировать ВСУ из этого укрепленного района, Авдеевского укрепленного района, но никакой стратегической выгоды от этого Россия не получила бы. Хотя я повторяю, там перспективы победы русских очень сомнительны. На протяжении двух недель, на протяжении которых идет наступление, очень интенсивное наступление русских на этот район с целью его окружения, но успехов там практически нет. Да, есть небольшие продвижения на некоторых участках, но это не пока говорить о том, что возникает реальная угроза окружения, нет, это далеко не так. Но, опять же, возникает вопрос, а почему, собственно, под Авдеевкой началось такое вот бешеное наступление с огромными потерями. Причем потери, вот как говорят люди, наблюдающие за этим и оценивающие потери на основе данных группы Орекс, это аналитический центр голландский, который фиксирует потери на основе космических снимков, потери русских превышают примерно в пять раз потери вооруженных сил Украины. Это очень серьезное различие. На протяжении практически всей войны потери Украины были примерно в два, но, может быть, чуть больше, раза меньше, чем российские. Ну, иногда там по некоторым позициям в три раза и так далее, если говорить о технике, по людям примерно в два раза больше потери русских. А тут в пять раз, значит, изменилось соотношение. Это свидетельствует о том, что, в общем, идет просто российская российское командование пытается лбом, правда лбом рядовых военнослужащих пробить какую-то каменную стену, бросает в бой без особой надежды на успех. Вот есть там в боях под Авдеевкой, там есть одна такая точка, один объект, он называется Терикон, Терикон Коксохимического завода. Это огромная такая гора отходов этого Коксохимического завода. На протяжении многих лет она собиралась. Высота примерно 40 метров и плоская вершина, она как бы срезанная, достаточно плоская. Вот этот Терикон русские штурмуют почти ежедневно. В общем, идут сообщения такие вот, ну, примерно с интервалом раз-два дня идут сообщения. Вот наши войска, наши ребята взяли Терикон. Следующий, значит, там через два дня. Вот опять наши ребята взяли Терикон. Вот опять наши войска взяли Терикон. А что происходит? Происходит, значит, да, проходит на вершину этого Терикона в надежде на то, что туда удастся взгромоздить какую-то артиллерию. И, значит, с высоты 40 метров действительно можно обстреливать, стрелять прямо по центру вот этой группировки в Авдеевском укрепленном районе. А дальше, значит, появившись на, по появившимся на вершине этой горы отходов, начинают стрелять кассетные бои снарядами. Со всеми вытекающими из этого последствиями. А последствия после ударов кассетными бои снарядами, ну, понятно, какие. В общем, живых остается немного. Только те, кто остался в живых, те, значит, отходят. Но это все повторяется из раза в раз, изо дня в день. И это, в общем, ну, какой-то этот Терикон стал, как я понимаю, каким-то таким символом бессмысленности российских атак. А дальше, что касается других участков, особое внимание привлекло появление, создание двух плацдармов на левом берегу Днепра, в Херсонской области, двух плацдармов, которые контролируются вооруженными силами Украины. Сами по себе тут трудно сказать, какой, как будет развиваться ситуация, будет ли эти плацдармы расширяться для того, чтобы создать какой-то такой вот предмостный такой район, где можно плацдарм, где может большой плацдарм, где можно развернуть уже действительно серьезную штурмовую группировку. Либо это отвлекающие удары для того, чтобы, ну, вызвать, значит, усилить нервозность российского командования. Но самое-то интересное в том, что не так много войск, не так много личного состава, и почти без тяжелого вооружения переброшено на левый берег, перебрасывать тяжелое вооружение, в общем, невозможно через Днепр, это нужно строить поддонные мосты, и так далее, но русские не могут ликвидировать эти плацдармы, вот пытаются, но не могут. Значит, не хватает сил, значит, нету сил там. А нету сил, потому что все, что было, можно из Херсонской области перебросить, куда-то перевести, значит, в Запорожскую область или в Донецкую область, все это уже туда переведено, и фронт оголили, ну, вот и результат. Так что, да, ну и продолжается, в общем, сохраняется фактически статус-кво вот на этом плацдарме, где треугольник Работина-Вербова и Новопрокоповка, направление Токмак, но там ситуация, опять же, ну, без серьезных изменений. Понятно, понятно. Вот, знаете, сразу же у меня, ну, во-первых, по телекону, естественно, ситуация была не такая трагичная, но я вспомнил воспоминания генерала Квинетадзе, как во время армяно-грузинской войны, декабрь 18-го года, грузинские войска брали одну губь. То есть, Браво взяли, после этого, значит, брали ее, Красная Гвардия брала. У меньшевиков, это, может, для наших зрителей будет, открытие у меньшевиков в Грузии тоже была своя Красная Гвардия. Была армия, была Красная Гвардия. Так вот, там действовала Красная Гвардия, армейские части еще не подошли. Хорошо вооруженная Красная Гвардия, но дисциплина у них была жуть. Вот, говорит, я приезжаю, и мне говорят, что вот эту гору уже третий раз сегодня будем брать. Почему так сложно? Это возле села Шулавер, кстати, проезжаешь, видно, когда я езжу в Армению. Да, говорит, несложно, говорит, мы начинаем атаку, они сразу же отходят. Я говорю, а что, говорит, дальше, спрашивает Пенитазер. А дальше, говорит, ночь, декабрь, холодно. Наши с этой горы уходят в дома вниз, в деревню, ночевать. Ну, и утром, а эти приходят. И, говорит, так уже три раза было. Ну, вот, таковы реальности войны. Войны, да. Ночь, декабрь, холодно. Ну, вот, здесь, конечно же, все гораздо трагичнее. И вот по поводу вот этой авдейской операции, авдейского наступления, значит, есть такой начальник разведывательного центра сил обороны Эстонии. Антас, сейчас я прочитаю его фамилию, Киевисельк. Полковник целый. И он заявил следующее, что внутреннее производство артиллерийских снарядов в России, дополненное увеличением импорта боеприпасов из Северной Кореи, вероятно, позволит российским войскам поддержать достаточную интенсивность артиллерийского огня в Украине в 2024 году, хотя относительно на более низком уровне, чем в 2022 году. В принципе, вот, это же не только про снаряды, это вообще про оружие. То есть, там, хоть и примитивные, там, автоматы, артиллерийские снаряды, калашников и так далее, и тому подобное. Определенную, слово паразит, экосистему по поставкам вооружения и по производству они создали. Несовершенную. И вот может ли быть так, что вот эта практика местных штурмов, тоже не знаю, насколько корректно это выражение, то есть, ну, такая жуковская тактика забросать телами, она вот сюда откатывается сейчас в Акдеевке. Оружия такого будет достаточно, людей, вроде бы, тоже дефицита нет. Поэтому, ну, будут воевать, как всегда. Три, тут два вопроса. Первый вопрос о снарядах. Значит, если я правильно помню то, что говорил этот шеф эстонской разведки, по-моему, этот полковник, он является руководителем военной разведки Эстонии. Значит, картина выглядит следующим образом. По его данным, в начале войны Россия расходовала где-то там от чуть ли не до 80 тысяч снарядов в день. Ну, бывали, видимо, такие дни. Но в среднем, если посмотреть на, так сказать, графики, которые имеются в открытом доступе, пожалуйста. Значит, в среднем в первые два квартала прошлого года Россия расходовала где-то порядка 40 тысяч снарядов в день. Потом это все менялось, менялось, сокращалось, сокращалось. Сейчас, ну, тут разные данные. Вот в Эстонии говорят о том, что это от 10 до 15 тысяч снарядов. Есть данные Украины о том, что несколько меньше 10 тысяч. А Украина расходует сейчас уже больше. Но будем считать, да, давайте считать порядка 10 тысяч снарядов в день. Опять же, если говорить об этом, возвращаться к этому докладу, эстонскому докладу, значит, из Северной Кореи Россия получила от 300 до 500 тысяч снарядов артиллерийских. Это хватит, ну, так можно предположить, от месяца до полутора. У самой России имеется 4 миллиона снарядов, опять же, как считают эстонцы. Плюс производство. Ну, да, в общем, где-то на будущий год, видимо, снарядов хватит. Ну, при том, что вот на уровне ежедневного расхода где-то 10 тысяч снарядов. А если говорить об артиллерии, то главная проблема, которая... Ну, снаряды – это главная проблема, но не менее важная проблема – это износ артиллерийских стволов. О чём тоже говорят очень многие профессиональные артиллеристы. Значит, ствол рассчитан на 6 тысяч выстрелов. Ну, это стандартный ствол советского производства. Вот он выдерживает примерно 6 тысяч выстрелов. Затем его нужно менять, потому что там происходят какие-то изменения. Ну, понятно, да? Какие-то изменения в этом стволе происходят, то ли его расширяется, ну, в общем, чего-то такое. А, соответственно, если продолжать стрелять, ну, увеличивается, появляется, значит, некий просвет между снарядом, который двигается вот таким в стволе, и стенками ствола внутренними. Ну, вот этот просвет, конечно, снижает точку, в результате снижается точность выстрелов, снижается дальнобойность. Ну, а если уж совсем ствол изношен, ну, тогда там заклинить чего-то может. Ну, соответственно, всё это разлетается в куски. А вот с артиллерийскими стволами здесь проблемы не менее сложные, чем с боеприпасами, даже более сложные, потому что боеприпасы – это сравнительно простая, снаряды – это сравнительно простая технология производства их. А вот со стволами плохо, потому что оборудование для их сверления, этих стволов – это очень такое точное оборудование, редкое, и его, как говорят специалисты, в России категорически не хватает. Но, в принципе, да, в принципе, если ориентироваться на эти цифры, можно считать, что по артиллерийским снарядам Россия может, ну, год как минимум, ещё вести войну примерно такой же интенсивности, как и сегодня. Прошу прощения, у меня такой дополнительный вопрос. В связи с этим, вот 10 тысяч снарядов в день, насколько я понимаю, это расход. Это, ну, есть такие параметры, например, расход для наступления, расход для обороны? Или таких параметров не существует? Видите, тут масса других, как я понимаю, масса других обстоятельств. Конечно, когда идёт наступление в городской застройке, то очень часто используется тактика огневого вала. Вот почему вот такой большой расход снарядов был в первом-втором квартале прошлого года? Потому что тогда российские войска штурмовали городские, ну, агломерации городские на Донбассе. Там и Попасные, Рубежные, Кременная, Лисичанск, Северодонецк и так далее. А почему этот огневой вал используется? Потому что бронетехнику пускать в городские кварталы очень опасно, её там жгут. И по узким улицам она не может, ну, достаточно узким, скажем, она не может там маневрировать. И, в общем, становится лёгкой жертвой выстрелов из, там, с верхних этажей домов или откуда-то ещё. Ну, не суть важна. Важно то, что пускать бронетехнику нельзя. Значит, нужно штурмовать пехоту, а для того, чтобы снизить потери штурмовых подразделений, нужно разрушить, максимально подавить оборону противника. Это делается артиллерийским огнём. Вот, значит, отсюда большой очень расход, повышенный расход артснарядов, который используется для того, чтобы кварталы городские, которые являются целью штурма, превратить, по возможности подавить там, уничтожить обороняющихся, уничтожить узлы обороны. Ну, в общем, тогда действительно штурм пехотинца идут вперёд. Для обороны тоже требуется большое количество снарядов, если говорить о хорошей обороне, эффективной, но я думаю, что меньше. И вот, скажем, возвращаясь к Авдеевке, у меня такое впечатление, что там просто расстреливают прямой наводкой штурмовые группы российских войск, либо используют кассетные боеприпасы, ну, а кассетных боеприпасов нужно в несколько раз меньше, для того чтобы добиться той самой эффективности, выполнить те задачи, которые ставятся, значит, кассетных боеприпасов нужно в несколько раз меньше. – Кассетные боеприпасы – это против пехоты, в общем-то, против танков. Кассетные боеприпасы – они насколько эффективны? – Да и против танков есть, значит, этих кассетных боеприпасов очень большое, очень много разных вариантов. Есть, например, вариант, когда, ну, это, правда, скорее не артиллерийский снаряд, а ракета, значит, она где-то разрывается в воздухе на высоте, там, скажем, 100-120 метров, и распадает, там выстреливает самонаводящиеся ракеты, которые, ну, самонаводящиеся боеприпасы, которые наводят, сами наводятся на танки. Есть такие, но вот стандартные, ну, в общем, что это такое? Это ведь боеприпасы, значит, разбрасывают такие шарообразные или какие-то цилиндрики, ну, шарообразные – это где-то там теннисный мячик, вот что-нибудь в таком духе. Они разрывают, их разбрасывают большое количество, ну, чем меньше этот диаметр этого шарика, начиненного взрывчаткой, тем больше этих шариков помещается в снаряде или в ракете, разбрасывают, они взрываются. Вот, значит, и осколками поражают прежде всего живую силу. А бронетехнику, ну, в общем, маленький вот такой шарик, взрывная волна, взрывная сила, не очень большая, осколки тоже незначительные по весу, по размеру. Значит, бронетехника, она защищает, конечно, но все опять-таки как повезет. Ну, и вот вторая часть вопроса – это про то, что, ну, если есть обеспечение хоть не самым современным, но все-таки оружием, то могли ли принять решение перейти вот к таким вот, на основном, штурмам или навалам, я не знаю, как это называется. Ну, я думаю, что нет, скорее, это просто очередная реализация этой тактики и стратегии, ну, тактики, конечно, которая принята уже была давно. Собственно, так ведут себя российские войска, которые наступают на Лиман, пытаются наступать на Купинск и так далее. Ничего там принципиально нового нет. Ну, естественно, всегда отрабатываются какие-то новые тактические приемы, но они не меняют принципиально сути дела, как я понимаю, потому что, ну, можно там размышлять о том, а как, сколько нужно снарядов тратить, может быть, вперед нужно пускать там какое-то самоходное орудие, а другое отводить. Ну, в общем, вот порядок использования вооружений, все это может проверяться на практике, какая более эффективная вот эта уже такая тактика на микроуровне. А так, в принципе, я думаю, что нет. Сказать, что это вот полигон для отработки... Ну, вообще, тактика это или стратегия? Это старая стратегия, которая просто не меняется, то есть ничего не меняет в своей стратегии. Да, по-моему, особенно ничего не меняет. Ясно. Не знаю, насколько это утешительно, но, в общем-то, скверно, конечно, все это. Очень скверно. Еще одна информация по поводу того, что пироты Украины приступили к обучению на F-16. 22 декабря было. Представитель командования ВВС Украина полковник Юрий Игнац заявил об этом. Вернее, он даже заявил, начнет обучение с инструкторами на истребителях F-16 в ближайшее время, то есть даже еще не начали. Ну, это что означает? Это означает, что как минимум до весны F-16 можно не ждать? Да, это означает именно это. Значит, были в свое время, где-то в конце лета, когда Зеленский ездил в Данию и в Нидерланды, датчане вроде бы обещали в конце этого года поставить первую партию, там где-то порядка шести-восьми, я не помню сколько, но, в общем, первую партию F-16, но потом было сказано, что нет, издание – это первая страна, о конкретных графиках поставок которых было известно, но эти графики поставок, в общем, видимо, не выдерживаются, то есть вместо поставок в декабре этого года они перенесены, первые поставки перенесены на весну будущего года. Ну, в общем-то, если нет пилотов, то хочешь поставляй, хочешь не поставляй. Датчан же туда не посадят за эти, за штурмом этих F-16. Ну, видите, вот опять же, я, честно говоря, не очень доверяю сообщениям воюющих сторон, о том, что именно происходит. Ну, понимаете, задача любого военного, военной разведки, военной пропаганды – ввести противника в заблуждение. Значит, ну, во-первых, нужно, конечно, что-то такое сказать своему населению, первое, но второе, нужно ввести в заблуждение противника. Если господин Игнат говорит, что мы еще не начали обучение пилотов на F-16, это еще не значит, что действительно это не начато. И я вообще говоря, вот честно говоря, я не исключаю того, что вдруг, внезапно, значит, эти F-16 где-нибудь в декабре месяце, под Новый год появятся в небе Украины и, соответственно, начнут какие-то действия. Вспомним, вспомните, что происходило с атакмсами. Было некое сообщение, где-то в начале сентября, по-моему, или в конце августа, о том, что вот первые партии вроде бы как-то они действительно уже там то ли приняты решение, то ли они доставлены в Украину. А потом все, потом опять, да, вот мы не знаем, когда атакмсы придут, мы не знаем, когда президент Байден окончательно подпишет соответствующие указы. Вот такая вот тягомотина, она длилась до того самого момента, пока вдруг, значит, два аэродрома русских под Бердянском и под Украинском не оказались под ударами. И там повреждены были чуть ли в общей сложности чуть ли не 15 вертолетов, довольно вредных вертолетов, Ка-52, они использовались и использовались для ударов на линии фронта по наземным целям. Вот вполне возможно такая вот. Оказывается, да, оказывается, что вот с одной стороны вроде бы и нет решения о поставках атакмсов, а с другой стороны, вдруг они обнаружились вот таким неожиданным способом. Поэтому я довольно спокойно отношусь к заявлениям военных командиров, понимая, что задача введения противника в заблуждение стоит у них на первом месте. Ну, по атакмсову, по-моему, только один случай, да, о применении атакмсову мы знаем. Или уже есть и другие? Мог что-то пропустить? Да нет, это ведь и раньше такие вещи происходили там с хаймерсами. Вроде бы мы и не знаем, будут поставки, не будут. Тут потом они и оказались. Ну, видите, я-то считаю, что это скрывают поставки. И правят дело, замечу, скрывают поставки. Если бы... Я, честно говоря, вот хоть убейте, не верю в то, что, значит, военные говорят абсолютную правду. Но не верю я в это. Зачем? Не, я про другое говорю, я про другое спросил. Я спросил по поводу случаев применения атакмсов. Был только один, насколько я понимаю. Ну, да, насколько я понимаю, да. Хотя были какие-то, опять же, очень туманные сообщения. То были сообщения о том, что вот эти вот... Ну, про два аэродрома мы знаем хорошо. А потом были какие-то сообщения. Еще, мол, якобы какой-то залп был шести атакмсов. Куда-то был этот залп. Не было этого залпа. Чем он завершился? Один бог знает. И по F-16. Тут же еще важно, какие F-16. Вот сейчас, кстати, сложно говорить о положительном эффекте. Ну, один из положительных эффектов ближневосточного кризиса нынешнего, это то, что Турция и США подписали, наконец-то, договор о получении F-16 Турции, но модернизировали. Так что, я говорю, Турция исключили из F-35, потому что они купили F-400. Зачем они купили F-400, который они не используют, и просто он у них стоит, я не знаю. Ну, это уже дело Анкары. Но турки получили F-16 модернизированные. Тут какие были F-16? Это же тоже, наверное, важно. Так вот, видите, F-16, строго говоря, это платформа. То есть, это самолет, боевое снаряжение, которое может меняться. Значит, на него можно подвесить массу всяких интересных вещей. Ракеты, воздух, земля, ракеты, воздух, воздух, авиабомбы. Там масса разных подвесок. То есть, грубо говоря, этот самолет, в зависимости от того, чем он оснащен, он может использоваться как перехватчик, как фронтовой бомбардировщик и так далее. И вопрос, который на самом деле нужно задать, когда речь идет об F-16, а с каким вооружением его собираются поставлять? Если будут поставлены ракеты в воздух, в воздух, в последних модификациях, это значит, что F-16 могут поражать российские самолеты, которые действуют на Украине, на расстоянии большим, чем возможность, ну, большинство российских самолетов, может быть, за исключением только самых последних, Су-35 и так далее. Либо это, значит, это один вариант. Другой вариант это, значит, как ударный самолет, то есть, как самолет предназначенный для поражения наземных целей. Ради Бога, подвесить к нему ракеты воздух-земля, он будет использоваться в этом качестве. Опять же, тут возникает масса вопросов. Какие ракеты, какой дальности, насколько они, какова их точность. Все это пока совершенно не ясно. То есть, вот нужно понимать, что вот, если говорить о российских самолетах, то они, как правило, все-таки они ориентированы на какую-то одну задачу. Перехватчик, ударный там, фронтовой истребитель и так далее. Отсюда большое количество различных вариантов. Ну, посмотрите, используют Су-24, Су-25, там Миг-29, Миг-31, потом там уже 30-е серии пошли. Чуть ли не 6-7 модификаций одновременно. Это очень плохо, на самом деле, потому что у каждого такого самолета это свои особенности конструкции, свои особенности регламентных работ. То есть, для каждого из них нужно, во-первых, тренировать пилотов для того, чтобы они летали именно на этих самолетах. Либо они могут там, конечно, уже высокой квалификацией на разных самолетах летать или ими управлять. А вот вся прелесть F-16 заключалась в том, что, значит, вот повесьте одно вооружение, будет одна функция. Повесьте другое, будет выполнять другую функцию. Вот пока мы не знаем, какую функцию, какое вооружение передают и будут передавать вместе с этими самолетами, мы, соответственно, не можем сказать, насколько они будут эффективны. Ну, в принципе, нам, конечно, все интересно, но лишь бы были эффективными, что называется. И, переходя к немного другой теме, ну, что же немного, все взаимосвязано. Тоже в Турции Эрдоган подписал обращение к Великому национальному собранию, так называют своих парламент, о принятии, о ратификации принятия Швеции в НАТО. Насколько это вообще меняет? Рассказывай, насколько это принципиально? Ну, конечно, это принципиально. Я думаю, что после того, как президент Турции подписал этот протокол, передал его на утверждение в парламент, я думаю, что парламент, в общем, его все-таки утвердит. Почему-то так кажется. Большой слов, там у правящей партии, у коалиции правящая по этому утвердят. Но это не означает, что Швецию примут немедленно, даже если турецкий парламент одобрит этот протокол, потому что есть еще вопрос о Венгрии. А господин Норман как-то очень негативно относится к этому. Он выступает с речами, которые я никак мудрыми назвать не могу. О том, что ЕС оккупирует Венгрию, и может быть даже хуже, чем советская оккупация. Такие у него мысли бродят. И я не исключаю, что Венгрии будут руками и ногами тормозить окончательное решение о принятии Швеции в НАТО. Ну, для чего? Для того, чтобы показать, во-первых, что они независимы, что они никак не подчиняются никакому американскому диктату, что они, может быть, готовы протянуть руку помощи господину Путину. Может, все может быть. У Орбана такая позиция. Но это его стандартная позиция. Но, правда, тут ведь другой вопрос, что Венгрия очень глубоко интегрирована в НАТО, и рисковать какими-то ответными мерами со стороны НАТО, и в поставках вооружений, и с тренировкой вооруженных сил и так далее. Я думаю, что венгерская армия, ну, командный состав, генералитет венгерский, они будут в восторге от конфликта между Венгрией и лидирующими странами НАТО относительно, вот, принимать Швецию или не принимать. И Орбан, в общем, это не... Ведь Венгрия все-таки демократия, а в Венгрии есть очень серьезные силы. Ну, конечно, Фидес, партия Орбана, она выигрывает выборы, но, в общем, это ведь не... Это не гарантированно. Если возникнут такие неприятности с НАТО, тогда, может быть, следующие выборы выиграть не смогут. Разного может случиться. Вот тут очень важный момент, он принципиально важный вообще-то, вот, слабость вот подобных союзов. Ведь смотрите, если ЕС оккупирует Венгрию, то и НАТО. НАТО тем более оккупирует Венгрию. Агрессивный блок, империалисты и так далее. Вы говорите о том, что какие-то санкции применят венгерской армии, ну... Венгерская армия сама по себе... Нет, это, конечно, важно. Традиции и так далее. Еще со времен австро-венгерской империи и так далее. Но у Венгрии есть Украина. Поэтому Польша или Чехия вряд ли на Венгрию нападут. И даже Австрия тоже вряд ли вынашивает планы воссоздания Австро-Венгрии как единого государства, хоть и в урежанных границах. Поэтому, ну, по большому счету, наверное, это может быть все равно. А какие санкции? Может быть, просто освободить венгрию от тяжелого времени и чьего-то в НАТО? Или это очень сложно? Видите, опять же, целая серия вопросов. Почему так взъелся у Орбан и Фидес на ЕС? Потому что в ЕС постоянно принимают решения для Венгрии и по идеологическим, и по разного рода другим соображениям, социальным, экономическим. В общем, очень неприятно. И, прежде всего, это связано с миграцией, с вопросом о мигрантах. Это один из главных вопросов, которые создают проблемы между Венгрией и ЕС. И, кстати говоря, между Польшей, при прошлой власти и ЕС. ЕС говорит, надо принимать мигрантов, вот вам квота, а Будапешт говорит, не, мы не будем принимать никого. Ну, соответственно, а НАТО таких вопросов не ставит перед Венгрией. Вообще идеологические проблемы, как я понимаю, в НАТО не очень. Это, кстати, обсуждается и выставляется на первый план. Военные, да, а идеологические нет. Поэтому ЕС вызывает особую злобу у людей, вот этих евроскептиков, для которых политика Европейского Союза является неприемлемой, помимо всего прочего, еще и с идеологической стороны. Я, правда, не говорю о том, что евробюрократия – это особая. Да, это особая. Да, и если вам будут говорить, какой размер клеток для кур должны использовать ваши фермеры, это означает, что местные фермеры должны свои клетки выбросить и закупить какие-то новые. Ну, опять же, мудрым это решение назвать не могу. Хотя там может быть какой-то аргумент, что вот если клетка побольше, то курица лучше себя чувствует, и там на пару яиц в день больше несется, ну, масса всяких. Ну, и, кроме всего прочего, гуманное отношение к курице, правда, и это тоже. Но, тем не менее, НАТО – это НАТО, это более такая прагматичная организация, а ЕС там действует действительно много всяких других факторов. Но, тем не менее, я думаю, что, конечно, преодолеть сопротивление Будапешта НАТО сможет, но посмотрим, время покажет. Я повторяю, для этого требуется какое-то время. То есть, получается, из вредности себя так ведет? Конечно, конечно. А, ну, хорошо, а вот принятие, само принятие Швеции в НАТО, ведь можно не быть в НАТО формально, но по факту быть в НАТО, и, в принципе, но я не думаю, что шведы двинут свой флот на Кронштадт, если они примут в НАТО. Нет, конечно, не двинут, конечно, не двинут. Просто есть, по-моему, какая-то договоренность. Я могу ошибаться, пусть меня тогда шведские коллеги не особенно не ругают, но вроде бы есть какая-то договоренность между Швецией и Соединенными Штатами о военном сотрудничестве. Но, в общем, нет, это серьезная вещь, потому что, если формально Швеция не является членом НАТО, то ее войска, часть, которая должна быть выделена для действия в рамках, значит, под командованием НАТО в случае войны, в случае кризиса предвоенного или войны, она вот такой, такого нет. То есть, наверное, какие-то предварительные там договоренности, согласования есть, но, в общем, шведские войска не будут тренироваться вместе с войсками НАТО, их нельзя поставить под командование объединенное, значит, под командование вооруженных сил альянса в Европе, ну и так далее. Там могут быть самые разные формальные основания для того, чтобы военное сотрудничество и участие вооруженных сил Швеции в совместных маневрах, в обмене информации, там и так далее, и так далее, совместное обучение, чтобы это было реализовано. То есть, там на практике, конечно, это все может происходить, но, в общем, это как-то не имеет юридического основания. В качестве ремарки Швеция, в отличие от Финляндии и тоже Норвегии, не имеет границы с Россией. Хотя море, море, это тоже важный момент, который, в общем-то, следует учитывать Китай. Китай заявил о том, подтвердил в виде дистанцирования шести своих военных кораблей на Ближнем Востоке оперативная группа из эсминца, фрегата, корабля комплексного снабжения. Это ответ на две авианосные группы США? Мы не знаем, с какой стороны Ближнего Востока, если стоит, тогда получится три авианосные группы США. Вот вы же ответили на этот вопрос. Мы не знаем, куда они приплывут. То ли они приплывут в Персидский залив, тут определенный резон для этого есть. Потому что Китай получает много нефти из Персидского залива. А если Ирану вздумается перекрыть Армузский пролив, такое ведь обсуждается. Для Китая же. Что? Не для Китая же. Иран для Китая не перекроет. Но он может перекрыть для Саудовской Аравии, для кого-то еще. Танкеры же идут куда-то. Вот чтобы там как-то играть какую-то роль в этой будущей потенциальной столкновении вокруг Персидского заливе. Вот это для Китая действительно важно. А отправлять в Средиземное море эти корабли и там вот тут у меня честно говоря сомнения. А зачем? Воевать с американскими авианосными группами ну смешно как минимум. Просто демонстрация флага вот и мы здесь тоже приплыли смотрите какие мы лихие. в этом есть конечно какой-то смысл но в общем опять же есть и риск ну хорошо а если там действительно появится какая-то возникнет ситуация когда американские корабли вступят в дело ну и что тогда китайцы будут смотреть или они будут просто стоять и смотреть тоже конечно интересно потому что они будут понимать как как американцы воюют и что там что у американцев хорошо получается что плохо это очень очень интересно для китайцев понять как это все будет происходить но с другой стороны просто стоять и смотреть это значит потери лица мы зачем-то приплыли значит видимо для того чтобы оказать какое-то содействие нашим партнерам из ближнего востока а тут мы ничего не делаем вот в персидском заливе тут есть определенный прагматический интерес а в средиземном море ну как-то вот мне кажется не очень ну после того как немцы отправили свой спецназ на кипр я уже ничему не удивлюсь честно говоря хотя тут тоже наверное есть определенный прагматический интерес у немцев так ведь туда не только немцы отправили отправили еще итальянцы отправили по-моему французы голландцы там такой интернационал ну чего еще там сезон-то еще курортный не кончился тем временем вот эта война на Ближнем Востоке откладывается насколько я понимаю наземная операция в связи с заложниками освобождением заложников и так далее но Израиль говорит о том что наземная операция все равно просто отложена в силу того что люди потом упали есть возможность освобождать заложников а говорят 222 в то же самое время пошли гуманитарные грузы пошли в газу на юг насколько я понимаю и возможно ли избавиться от Хамас без наземной операции вопрос глупый на ответ категорически нет законы жанра нет невозможно то есть конечно можно там нанести какой-то серьезный ущерб можно ликвидировать довольно большое количество ну какое-то количество командиров этого Хамаса может быть даже но ведь во-первых основное основное ядро политического руководства да я думаю и военного тоже находится в Катаре а не там не в газе они живут там я не знаю где в отелях хороших или виллы свои и у них денег хватило уже на свои особняки ну может быть уже там свой городок такой создан квартал значит где-нибудь в Катаре не помню как столица Катара называется честно говоря Доха по-моему вот нет конечно невозможно наземная операция должна одной одна из главных целей это уничтожение максимального количества боевиков и что самое главное это ликвидация по крайней мере разрушения подземных подземных сооружений то есть войска должны войти они должны найти значит где проходят определить где проходят эти туннели там разные методы есть наверное наверное я не знаю но как-то с поверхности можно определить где тут туннель есть а где нет значит затем взрывать большое количество взрывчатки над этими туннелями там значит будет обвалы будут и все прочее ну и так далее вот разрушение ликвидации этого подземного города это я думаю задача ну главная задача плюс ликвидация максимального количества боевиков хотя они тоже могут разбежаться переодеться в гражданское куда-нибудь это кстати очень простого много но тут тут же еще и политический фактор а как население Израиля воспримет уже сейчас очень болезненно воспринимает как я понимаю задержку этой наземной операции да конечно приходится из передачи повторять что политику во многом определяет улица ну да политику любой страны во многом определяет улица и так было всегда это наше время оно не исключение в этом плане и режим демократический демократический не имеет значения улица все равно влияет вроде что демократия улица влияет больше там где-то меньше далее тем не менее все равно влияет не случайно кстати вот уорала большой брат сначала убедил главного героя в том что он очень хороший а потом только убил по другому нельзя то есть просто убить не получается американцы предприняли максимум усилий чтобы не допустить разрастания войны вот уже Иран заявляет о том что Хезбалла не будет участвовать в какой-то операции не будет нападать на Израиль если Израиль не нападет на Ливан правда до этого было заявление чего-то министры экономики но в Израиле в принципе все министры генералы военные и так далее я правда не знаю этот генерал или нет что если Хезбалла нападет на Израиль мы нанесем прямой удар по Ирану и отрежем змее голову ну красивое такое выражение вот только как Израиль может нанести прямой удар по Ирану без участия арабских стран тоже солдат с Карами не может ракетами у Израиля есть ракета называется Иерихон была такая по-моему Иерихонская труба которая стела вот ну значит вот почему-то назвали эту ракету и Иерихон есть еще какое-то я название забыл они долетают до Израиля до Ирана их правда не так чтобы много но несколько десятков долететь могут и если эти несколько десятков ударят там скажем по штаб-квартирам корпуса стражи исламской революции и ядерным объектом в общем для Ирана это будет неприятно конечно разрушить Иран я думаю что этими ракетами невозможно но в общем у Ирана тоже есть ракеты которые долетают до Израиля даже наверное больше по количеству но у Ирана нет противоракетной обороны в Израиле есть ну я помню эти иракские эскады когда летали на Израиль что из этого всего получилось ну ничего не получилось и немного о нашей региональной песочнице интересное сообщение на телеграм-канале Джокер Багинский я про решил но он Багинского бульвара взял вот сейчас будут азербайджанно-турецкие учения и имитировано уничтожение Искандера истребителем F-16 ББЛА Байрастар ну в общем-то у Армении есть на вооружении Искандера но насколько я понимаю Искандеры находятся под контролем России может я могу ошибаться извините вот имитация уничтожения Искандера это как можете объяснить как это делается то есть тогда Искандер нужно запускать какой-то да но это имитация ну я так понимаю что иначе если тут либо это какая-то имитация ну компьютерная имитация всего этого дела нет но учение это на земле значит а если это реальные учения ну значит тогда кто-то должен запустить у Азербайджана могут быть я честно говоря вот не знаю есть по-моему нет а если нет значит тогда тогда я не знаю как ракета может быть такого же класса ракета может быть такое запустить такого же класса да нет могут могут быть надо просто посмотреть по литературе какие ракеты есть у Азербайджана у Армении есть несколько пусковых установок но я почему-то не думаю что армяне взяли запустили по Азербайджану для того чтобы в учрех поучаствовать нет вряд ли нет конечно так что не знаю как как они сбили вообще Искандеры сбивают при помощи вот этих патриотов в Украине сбивают достаточно эффективно а здесь F16 но видимо вот это воздух в воздух ракета и БПЛ Байрактан такая вот комбинация может быть сама по себе новость интересная просто интересно другое с одной стороны вроде бы войны не намечается вроде бы нет предпосылок да а с другой стороны спор есть по поводу южной вот этой части где там Сюник и там где коридор должен быть а как-то вот не решается эта проблема и Турции и Азербайджану этот коридор очень нужен в Армении как я понимаю очень не хотят там этого коридора так что чем-то узнает не ну там интересно я думаю что сейчас уже вопрос ну на самом деле я называю это кренлевской мечтой чтобы Азербайджан пробил силой коридор этот вопрос уже закрыт я думаю потому что ну не заинтересованы все игроки кроме одного да и тот по-моему сейчас не особо заинтересован уже сейчас не особо заинтересован что была вот такая ситуация с другой стороны там же весь вопрос в чем и Азербайджан и Армения признали брюшстанский принцип сформулированной коммуникации и те и другие говорят нет мы не хотим никаких экс-территориальных коридоров Азербайджан говорит об экс-территориальности речь не идет речь идет о том кто будет этот коридор охранять кто будет обеспечивать безопасность и вот если мы говорим о том что будет обеспечивать безопасность Армения все понятно а в Москве хотят чтобы безопасность обеспечила Россия тем более что войска ФСБ России и так там стоят на иранно-армянской традиции погранвойска да погранвойска стоят тут спор кстати мои азербайджанские гости об этом часто говорили что тут спор не столько между Арменией и Азербайджаном что только спор между Арменией и Россией но нам нужна транспортная коммуникация и понятно почему она им примерно вот такое ну и последняя пожалуй тема тоже она касается нашего региона просто в общих чертах мне интересно министр вооруженных сил у франции у них называется министр вооруженных сил не знал Себасен Лекарню рассказал о подписанных с Арменией документах о военном сотрудничестве вот они включают в себя подписание контракта на приобретение трех радаров ракет Мистраль наземно воздушная проверка наземно воздушной обороны Армении сотрудничество между школами подготовки офицера и сержантов медиума унтера написано подготовка отрядов оперативной подготовки особенно по направлениям горного боя и высокоточной стрельбы и отправка французских офицеров в качестве военных советников учитывая что Армения в общем-то член ОДКБ учитывая что Россия насколько я понимаю не может не хочет не может поставлять Армении сейчас вооружение второе факт вот этот момент и это все во первых насколько это может обезвечить обороноспособность Армении и насколько это меняет политический вектор Армении первый 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 момент который сразу приходит на ум это вопрос а насчет французские советники там инструкторы и прочие могут приехать в Армению что-то советовать но какие какую войну после 20 веке выиграла Франция я не помню вторую мировую как она была среди победительниц мы вам тоже проиграли но там было много вопросов первую мировую первую да первую а вот потом я что-то помню вот в Индокитае была война потом в Алжире была война ну как-то в общем да вторая мировая война правда большинство французов воевали на стороне гитлеровской Германии извините ну да так что здесь много вопросов таких исторических сразу приходит в голову бог с ними с историей а что касается практической ценности этого для Армении ну это прежде всего сам факт того что если вдруг возникнет какая-то неприятность с Азербайджаном или с Турцией то тогда на нашей территории присутствуют французские советники присутствуют французские офицеры и это значит что если если что то как-то можно в тяну могут быть и Франция может быть втянута в эту такую войну для и для Турции и для Азербайджана тем более это в общем какой-то сдерживающий фактор сам факт присутствия и сотрудничества военного Армении с Францией а что касается АДКБ ну так ну очередное очередное доказательство того что АДКБ как реальное реальное реальный фактор просто не существует нет ну реального фактора АДКБ не существует почему я сказал АДКБ я сам не знаю честно говоря ну есть большой договор с Россией есть база и это тоже и это не существует ну хорошо нет база есть база есть и договор есть а какая а что собственно какую роль это база и договор сыграли вот и в последних событиях и в двадцатом году да никакой они не могли сыграть азербайджан действовал на своей территории если вы на своей на своей территории что могли сыграть ничего в принципе это дело это юридическая сторона дела на войне на войне так сказать право оно уступает право сила права она становится гораздо менее значимой чем право сила ну хорошо да русские использовали вот этот аргумент но это вообще-то не территория Армении и так далее для того чтобы не ввязываться в войну а могли сказать и по-другому правда нет они все 30 лет говорили по-другому они в 20 в 20 году в ноябре сказали по-другому так сказали но ведь ничего не сделали нет в 20 году они сделали в 20 году они остановили сейчас уже видимо не могли поэтому нет так или иначе просто ну российско французское военное сотрудничество в Армении я себе слабо представляю хотя занят ну занят там ну очередной очередной вот провал ну как так конечно нехорошо когда казалось бы Армения если не задний двор России ну что-то вроде этого а тут французская военная миссия французское оружие да это уже фактически советники это практически уже военная миссия хотя вопрос сколько советников что ну так или иначе но если это как-то стабилизирует и успокоит ситуацию то да нехай будут да нет конечно стабилизирует конечно стабилизирует потому что Я повторяю, в случае той или иной заварушки, стороны, которые в нее вовлечены будут, а не затронем ли мы наших французских друзей? Союзников по НАТО. Союзников по НАТО, например. Кстати, 3 плюс 2 собрались же в Тегеране, которое почему-то упорно называют 3 плюс 3, я не знаю, что там у них с математикой. Ну и там клятвенно заверяли всех, что наша цель, чтобы была стабильность, мир, территориальная целостность, уважение суверензента и вообще мир, дружба, живачка. Где угодно пусть плодает, но Южный Кавказ пусть тоже успокоится в конечном итоге. Хотелось бы верить. Очень не хочется Ирану, чтобы там какой-то коридор был. Не хочется. Ирану и коридора не хочется, и воевать очень сильно. А воевать? Я же следил за тем, как Иран себя вел перед 7 октября. Делегации военных, делегации дипломатов туда-сюда шнуряли. В Баку были, в генштаба этот приезжал. Приговорили к смертной казни того, кто напал на посольство Азербайджана и убил начальника охраны. Фидан сидел в Тегеране, Армен Геориан, глава особи из Армении, 4 дня сидел в Тегеране без вылазна. То есть там Иран укреплял свой северный фланг, чтобы, не дай бог, там тоже не положили. А еще там, на этом фланге живут этнические азербайджанцы, я так помню. Да, там вообще забавная ситуация. Кто-то мне сказал, кто-то мне сказал, что говорит, но все равно армянам придется доберись с азербайджанцами, потому что, ну вот куда бы они бы ни ехали, вот армянин выезжает по земле за пределы армии. Если, говорит, он выезжает в сторону юга, там его встречает азербайджанское население. Если он выезжает в сторону востока, ну понятно, там Азербайджан, Азербайджанское. В сторону Турции, там тоже азербайджанцы живут в этих районах турецких. И даже если он едет в Грузию, въезжая в Грузию, он все равно въезжает в Азербайджан, населенный Крамукартный, Барнеурский район. Поэтому, ну, видеться все равно нужно. В общем, обложили. Обложили. Есть, правда, еще одна дорога, там он въезжает в армянно-населенный регион Грузии. Ой, не хочется мне вас отпускать, но я вас и так задержал очень сильно. Огромное вам спасибо. Вы не засчитаю. Вам спасибо за интереснейшие разговоры. Большое спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok